ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Могилев попал под пресс химиков из Новополоцка. О результате матча экстралиги расскажет Спорт-М. Синхронное плавание наших футбольных полпредов в чемпионате Беларуси по футболу. В стране стартовал второй этап. Наши набирают очки. Позиция, ну, у нас позиция, я хотел бы, конечно, я бы хотел в четверку, где у нас играют украинские ребята. Виталий Булыга может стать игроком мини-футбольного форта. Об этом и другом. Далее подробнее. Это программа Спорт-М. Спорт Могилевской области. Приветствую вас. Мы рассказываем о спорте и не только. Это было не только. Теперь о хоккее. Игра тура четвертого экстралиги. Могилев, химик Новополоцк. После победы над Витебском хотелось продолжения и в игре против северян. И Могилев продолжил, открыв счет в матче. Однако гости быстро отыгрались и дальше уже не допускали вольности к своей штрафной. Финальная сирена и тоже. 2-6. Поражение Могилева. Очень много удалялись просто. Очень много. Такое непозволительное. Все головы практически в межсверху опустили. Химик поскоростнее команды и поопытнее. То есть они блокируют сразу начало атаки. Очень тяжело нам, молодым. Но мы стараемся. А мы звезд с неба и не просим. Старайтесь. После игры с химиком наша команда продолжит выступление в экстралиге в четверг домашней игрой против Бреста. После львы отправятся в небольшое турне. В Молодечно и в Минск на юность. Сколько наберем очков узнаем в программе «Спорт М». То, что наша область богата на спортивные таланты, «Спорт М» рассказывает из выпуска в выпуск. Сотни медалей различного достоинства с первенств чемпионатов мира Европы. Пробиться туда получается лишь у сильнейших. Некоторые из них в первый трудовой день новой недели побывали в гостях у губернатора области. Петр Рудник поздравил чемпионов и их тренеров с достигнутыми результатами. Мы гордимся с вами, мы гордимся за вас. И вам еще раз отдельное спасибо за вот все то, что сегодня по линии спорта, как так называется у нас, высоких достижений, да, вы делаете. Достижения спортсменов впечатляют. В прошлом году на чемпионатах мира Европы международных турнирах спортсмены Могилевщины завоевали 96 медалей разного достоинства. Уже в этом году в копилке могилевских спортсменов 73 медали. От всех жителей области Петр Рудник поблагодарил спортивную элиту за ее достижения и отметил, спортсмены накануне предолимпийского года надо приложить все усилия для завоевания лицензии на игры четырехлетия. Спортсмены пообещали. В чемпионате страны по футболу высшей лиги сыграны матчи 23-го тура. Они же первые во втором этапе. Напомним, на данной стадии команды разделены на две группы. Днепр и Белшин попали в шестерку слабейших и будут вести борьбу за сохранение прописки в вылетном дивизионе. Итак, эту стадию могилевщане начинали игрой в Гродно против местного Немана. Днепр пропустил первым. Случилось это на 14-й минуте матча. Гол на счету Павла Савицкого. 20 минутами позже гости вернули игру в ничейную гавань. Точным оказался выстрел Александра Гаврюшко. Днепр мог и вовсе выйти вперед, но после очередной атаки команду от гола спас вратарь. Ничья 1-1. Белшина, как и Днепр, свою игру проводила также на выезде. Матч состоялся в Минске против местной команды. Здесь все самое интересное вместилось в добавленное судьей матча время. Сначала Михаил Горбачев счет открыл, а через минуту Артем Васильев счет сравнял. Итог поединка – ничья. Таким образом, Белшина, как и Днепр, набирает по очку в своих матчах и в турнирной таблице все без изменений. Продолжим выпуск рассказом о матче чемпионата страны по мини-футболу. Могилевская команда «Форте» на своей любимой домашней площадке по улице Вавилова принимала Борисов. Соперник, которого по заверениям главного тренера «Форте» мы можем и умеем побеждать. Усилившись в этом сезоне украинскими легионерами, побеждать должны и более грозных. К слову, в следующем туре такой шанс как раз предоставится. Витебский Витен из числа самых грозных в Беларуси. Ну а пока все-таки Борисов. И он забил первым. Гол в наши ворота был пропущен на последней минуте первого тайма. Гол же в ответ пришлось ждать до середины тайма второго, когда украинский новобранец Олег Мирошник поразил ворота Борисова. Однако через 4 минуты гости вновь вышли вперед, а еще через 8 сделали счет и вовсе неприличным 1-3. Играть оставалось чуть более минуты, и в этот период, как говорится у «Форте», пошли не только голевые моменты, но и их реализация. Усилиями Веренича и Задорожного хозяева сравнивают счет в матче и уходят от, казалось, неминуемого поражения ничья 3-3. Будем прибавлять от игре к игре, и вот сейчас игра будет с Витеном. Я думаю, что неплохой именно вот этот вот ничья, этот забитый мяч в третье ворота Борисова нам сыграет хорошую службу. Возможно, помочь команде сможет и Виталий Булыга, которому руководство «Форте» сделало предложение. Хотел бы, конечно, я бы хотел в четверку, где у нас играют и украинские ребята, поэтому вот здесь я хотел бы в этом сочетании его попробовать. Виталий, хотя он из большого футбола, у него есть такая взрывная такая манера, где он может восполнить этот пробел, то есть где-то на стрее атаки мы где-то будем играть агрессивнее. Игрок из большого футбола, поигравший в национальной сборной страны, взял неделю на размышления. В завершении выпуска заглянем на спортплощадку. Вот она, своего рода тренажерный зал под открытым небом. Такие популярны во всем мире. Без очередей тренеров, работай за счет собственного веса и улучшай физическое состояние. И все это в городе на Березине. Бобруск – город спортивный. И не только благодаря достижениям профессионалов, массовым занятиям физической культуры тут уделяют повышенное внимание тренажеры на улице. Это уже давно не ноу-хау, но в Могилевской области такое можно увидеть пока только здесь. К нашему приезду тут старались вовсю шестилетняя Есения и девятилетний Андрей из соседней 20-й школы. Какие тебе тренажеры здесь больше всего нравятся? Мне нравятся вот эти и эти. Ну, занимаюсь спортом. А какие упражнения делаешь? Пытаюсь на этом турнике шпагат почти сделать. Получается? Угу, немножко. Ну, я хочу быть сильным, чтобы меня не обещали в школе. В общем, жить в Бобруске здорово. Глядишь, и остальные города области подтянутся в спортивном плане. А на сегодня все. Это была программа «Спорт М» – спорт Могилевской области. Смотрите нас на «Беларусь-2». Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!